Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу новости, студия с вами Гулина Гельмолина. Сегодня в программе. Работает ударный коллектив Зверосовходской школы с начала года изготовил более 700 окопных свечей для отправки в зону СВО. Мамадыша прошла 11-я Всероссийская научно-практическая конференция школьников академика Камиля Валиева. О многопрофильной мастерице, которая творит с 5 лет, сегодня в нашем выпуске. Об этом и о многом другом вы узнаете через несколько секунд. Работает ударный коллектив Зверосовходской школы с начала года изготовил более 700 окопных свечей для отправки в зону СВО. Педагоги с ребятами создали целый цех, где у каждого своя задача. Но цель у всех одна – помочь нашим солдатам. Кабинет технологии Зверосовходской школы с декабря прошлого года пустует только в темное время суток. А в остальные часы здесь всегда кипит жизнь. В школьном классе не делают разделочные доски или табуретки, не шьют фартуки или прихватки. Все здесь заняты одним делом – изготавливают окопные свечи. Смотрела в интернете, варианты какие, предложила попроще, ознакомилась, какая бумага нужна, какая технология. Все разные делают. Кто-то делает звездочками, кто-то делает спиральками, кто-то за звездочки, кто-то за спиральки. Марат Боговеев – мальчик с хорошей физической подготовкой, поэтому его посадили на самый начальный этап импровизированного цеха. Я сгибаю края, это легко. Только после обработки консервной банки маратом они попадают в руки девочек. Здесь трудятся в основном по трем направлениям – черчение линии, резкое искручивание картона. Нас учили первый раз на уроке технологии, и это не трудно делать. Этому научиться легко. Как и в любом другом производстве, у этой команды есть свои хитрости, которые в разы упрощают работу. В их случае – это линейка ручной работы. Очень много занимает времени это прочертить. Удобнее нас и учитель ОБЖ тоже подсказал, что вот так удобнее. Вот нам подготовили. Здесь уже отметки все удобно. Раз, два и сделала. В целом, Зеверсофодская школа начала оказывать активную помощь бойцам с самого начала спецоперации. Если на первом этапе в этой работе участвовал только учительский коллектив, то теперь задействованы все члены школы. За неделю мы можем сделать 150-200 свечей. То есть этот кабинет всегда открыт. Здесь кому делать нечего, могут зайти и заниматься этим делом. На этом работа по изготовлению коптых свеч не заканчивается. Финальные работы, то есть заливание их воском, проводятся в Мамадыше. А после помощь отправится в зону СВО. Более 300 участников со всей страны формат онлайн. В Мамадыше прошла 11-я Всероссийская научно-практическая конференция школьников академика Камиля Валиева. Юные ученые защищали свои проекты по 17 номинациям. По словам организаторов, наибольшее количество участников было среди начальных классов. Ученицы 11 класса лицея номер 2 Лиана Лукманова в этой конференции участвуют в третий раз. Девушка уже писала научные труды по английскому языку, а в этом году участвует в номинации «Татарский язык и литература». Тема была семья. Получается, у меня есть щежеря. Это родословное дерево, где расписаны все мои прадедушки. В общем счете, 8 поколений. Очень большой такой проект был и очень интересный. В очи натуры из 300 заявленных работ прошли более половины участников из разных регионов России. Из Татарстана, Башкорстана, Мариэл, Якутии, Республики Крым и другие. Мы были в Сахашистен и Тиевстен Эвердет. Из Алмазного края и из далекой Северной Республики приветствую участников конференции. Почему онлайн? Потому что это экономически удобно. Участвует вся Россия. И мы вот третий, четвертый год уже проводим в таком виде. Это действительно лучше и удобно. На следующий год мы хотим немножко поменять содержание. Мы хотим больше внимания уделить на IT-направление. За ходом конференции наблюдали почетные гости. При оценке конкурсных работ жюри обращало внимание на наличие у ученика собственной позиции по теме. Содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе обсуждения. Умение вести профессиональный диалог. Научное изложение участников конференции, логика изложения, ораторское искусство, выполнение экспериментальных работ. В ходе работ она с каждым годом становится научнее и дети охотно с пониманием отвечают на заданные вопросы членами жюри. Отдельная номинация была подусмотрена и для педагогов из всех представленных научных работ. Организаторы составили сборники, которые будут разосланы всем участникам мероприятия. Гулина Гельмулина, Алмаз Камалеев и Лиза Нургалиева. Новости Татарстана. Она шьет игрушки с характером у каждой свой. За каждым образом полет фантазии. Она не придумывает образы. Они рождаются тогда, когда из кусочка плюши и синтепоны появляются персонажи. А многопрофильные мастерицы, которые творит с пяти лет, расскажем в следующем сюжете. Личность цветов можно сделать побольше, можно сделать поменьше, совсем маленькие. Рукоделию Лилия Хакимова научилась, когда ей было пять лет. Тогда ее мама вязала пуховые шали. А когда бралась за другие домашние дела, наша героиня, спрятавшись от мамы, довязывала ее изделия. Первая швейная машина у нее появилась уже в первом классе. Эту машинку мы как-то всей семьей пошли гулять. И зашли в какой-то магазин. Раньше не было такого изобилия. И я увидела эту машинку с истерикой. Я говорю, купите мне машинку. Я была в классе первым. Пошла, да, и вот мне мой папа купил эту машинку. Самая моя первая машинка. Я на ней шила игрушками тоже, куколкам. Штанишки, платьишки. Вот как бы с того и пошло. Дома у мастерицы практически нет готовых изделий. Все разбирают сразу по мере готовности. Большой спрос на товар, который клиенты приобретают чаще всего на подарок. Лиля признается, что вязание игрушек началось совершенно случайно, когда ей срочно понадобился презент. А потом возникло желание повторить вновь и вновь. Увлечение стало серьезным. И Лиля начала искать мастер-классы, схемы вязания, использовать различные материалы. Как-то сын был маленький, и у девочки в садике был день рождения. Он сказал об этом поздно ночью. И пришлось как-то подручно сделать подарок. Подарили. Ну как бы всем понравилось. Начал там. То один закажет, то второй закажет. Что нам вот пошло уж. В этом году сбылась ее большая мечта. Она приобрела свою третью швейную машину, которая ей помогает творить и вытворять. Например, вот эти шапочки она начала шить недавно. Но они успели полюбиться всем. Внутри каждого изделия настоящие веточки пихты. Ткань в основном чисто хлопок. Ну, такая бязевая, которая пропускает. Ни синтетика, ничего. Веточки пихты собираем у нас в лесу. Слава богу, лес богатый у нас на все виды деревьев. И раскраиваю, шью. Каждая там, в каждой полоске веточка пихты находится. Вот, каждая. И потом в бане она уже дает такой аромат. А аромат не выветривается? Нет, аромат не выветривается. Каждое изделие доставляет Лиле удовольствие. На перспективу у нее еще много задумок. Остается только запасаться пряжей, тканями и временем, которого всегда так не хватает. Ланш Баванья звал Маска Малиф Лизяна Рогалеева. Новости Татарстана. Большую музыку в малые города. В 2024 году Казанская консерватория стала партнером проекта «Большая музыка в малые города», который реализуется фондом поддержки развития проектов в области культуры, моста, искусств. В его рамках педагоги и студенты Казанской консерватории посетят пять городов республики. В списке оказался и Мамандыш. Булат Садыков впервые взял в руки музыкальный инструмент под названием «Баян» только тогда, когда началось его первое занятие в детской школе искусств имени композиторов Ерулина. До этого у мальчика не было никакого желания играть на этом музыкальном инструменте. Сюда в первый раз его привели родители. У меня дедушка играет на баяне, меня тоже это отправили, но мне сейчас нравится на баяне играть. У Булата не было стремления поступать в консерваторию, но не скрывать, что после встречи с педагогами и студентами в ВОЗа его планы могут измениться. Всему этому способствовал проект «Большую музыку в малые города». Мы сегодня разучивали новые песни, очень веселые, связанные с домашними животными, например, с утятами, с поросятами. Это было очень весело. И я думаю, что это очень важно, чтобы преподаватели столицы приезжали к нам, потому что так мы обучаемся чему-то новому, и наши навыки уже растут. В программу проекта вошли образовательные мероприятия и концерты. Они проводятся с участием педагогов и студентов Казанской консерватории на базе детских музыкальных школ и детских школ искусств малых городов Республики. Буинске, Зеленодольске, Лаишево, Мамадыши, Чистополе. Прежде всего это инициировать музыкальную активность в малых городах, возродить интерес у публики классической музыки и способствовать тому, чтобы эта классическая музыка играла важную роль в воспитании и образовании подрастающего поколения. Мероприятия не разовые, два раза в полугодие будут намечены вот такие вызовы. Высокую идею оценили и партнеры проекта. Классическая музыка – одна из основ воспитания подрастающего поколения. Очень важно, чтобы авторы проекта организуют мероприятие в малых городах для аудитории, которая не всегда может доехать в областной центр, отмечает директор детской школы искусств имени композиторов Ярулиных Ольга Хасанова. Для нас это очень важно, для наших деток, которые немножечко далековаты и от Казани, и от набережных Челнов, такое географическое расположение. А нам этого не хватает. И это творческое общение, я думаю, что оно принесет нам шикарные плоды. Образовательная программа завершилась концертом. В нем приняли участие студенты Казанской консерватории Алексей Соколов и Светлана Халитова. Гулина Гельмолина, Алмаз Камалеев и Лиза Нургалеева. Новости Татарстана. Это были все новости к этому часу. Об этом и о многом другом вы сможете узнать в наших социальных сетях. Их адреса вы видите на своих экранах. В студии с вами была Гулина Гельмолина. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова